На восьмом этаже получается вот этот торец и вот три новых окошка. Вот по боку. Пока семья Мирненской медсестры Светланы установила в квартире только окна. Впереди приятные хлопоты с переездом большого семейства. Сначала хотели кухню. Ну не знаю, та вот дальняя, детская будет. Ну естественно уголок поставить и можно диван здесь. Потому что здесь больше, чем на московской кухне. Здесь могут и гости, и все собираться. Трехкомнатную квартиру на Амосово Светлана Почекутова получила по муниципальной программе предоставление жилья малоимущим. Заезжать туда рано, поэтому Светлана возвращается со смены в больнице в дом номер 10 по улице Московской привычным маршрутам. Эта дорога ей знакома уже больше трех десятков лет. На Московскую она переехала еще школьницей. Здесь же вышла замуж и родила детей. Здесь вот мы проживаем всей семьей. То есть мама, папа, то есть это бабушка, ну как я ее бабушка, дедушка называю, муж, внучка, два сына и то есть дочка. Раньше стояли здесь, ну как двухъярусная кровать, чтобы где-то кто-то на полу, кто-то как помещались. Для восьмерых человек 42 квадратов стало не хватать. Родители Светланы уставали от постоянного шума, а дети требовали своей комнаты. Тогда и пришла идея подать документы на получение жилья. Ну у нас на тот момент у нас не хватало денег, потому что муж сейчас в данный момент в шахте работал, раньше он в Батобинке у меня работал. И надо за обучение дочке платить было. На основное жилье нам не хватало. Купить жилье в Мирном непростая задача. По данным портала Город Работ, медианная зарплата в городе 48 тысяч рублей, а стоимость трехкомнатных квартир в среднем 10 миллионов. Будем считать. Если в семье работают двое, а это 96 тысяч рублей, то на накопление первоначального взноса им потребуется около трех лет. Кредит, если мы говорим о дальневосточной ипотеке, семья будет выплачивать около 6-7 лет. Правда, в этом случае им придется забыть еде, одежде и других необходимых потребностях. В помощь таким семьям в Мирном действует программа предоставления жилья. Квартиры покупают за счет городского бюджета, либо предоставляют из муниципального жилфонда. С 2023 по 2028 год квартирами обеспечат 26 семей. Для получения помощи необходимо собрать документы, подтверждающие статус малоимущих и необходимость в квартире, а после отнести их в администрацию. Прием граждан осуществляется в нашем управлении жилищной политики по записи. Любой гражданин, чей доход не позволяет ему приобрести жилье, исходя из собственных доходов, может быть поставлен на учет. Спустя 17 лет мечта Светланы о собственном доме благодаря программе осуществилась. В просторной квартире хватит места трем поколениям семьи. Мария Панферова, Роман Ларин, Сергей Коротких, медиа-компания «Алмазный край».